Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, осьминог бесконечности. А, да, сегодня я вас приветствую во вселенной Александра Шадова и я хочу, в общем-то, представиться. Я писатель, философ, поэт, кандидат философских наук по специальности онтологии и теории опознания. У меня особый взгляд на философию, науку и искусство, и я пытаюсь этим взглядом поделиться. Не обязательно передать или навязать, но поделиться с другими. Подписывайтесь на канал, паблик и другие ресурсы, если вам это интересно. На моем канале вы сможете ознакомиться с многочисленными видеоматериалами, стандартными и творческими лекциями по философии. Обзорами видео, пабликов, каналов, различных медийных и не очень персонажей, поэтов и их стихов, например, с моим личным творчеством и многим другим. Материала уже очень много. У меня в распоряжении находится множество ресурсов, содержащих колоссальные архивы, текстовые видеоинформации. В этом видео мы научимся ими эффективно пользоваться. Начнем, пожалуй, с моей альмаматор, да, то есть со сайта ВКонтакте. Там у меня находятся два паблика. Храм Осьминога Бесконечности и книжный магазин Александра Шадова. Начнем мы, конечно же, с Храма Осьминога Бесконечности. Начало всех начал, в общем-то. И вот он у нас. Вот этот вот прекрасный ресурс, прекрасный паблик. Рекомендую на него подписаться. Там выкладываются мои мысли, во-первых, различные афоризмы. Или, например, вот катринизмы, стихи. В том числе видео. Основной контент. Вот стихи, полный стих, например, выложен уже. Да. Также высказывания на различные философские и не очень философские темы. Это довольно-таки интересно. И если вас интересует что-то из этого, поэзия, философия, видео, проза, обзоры, вы можете подписаться, сделать подписку, определенным образом там подписаться, чтобы вам приходили либо стихи, либо видео, либо что-то еще. Все по вашему желанию. И вам в личку будут приходить определенные материалы. Вы сможете это обдумывать, размышлять, смотреть. Это довольно интересно. Также афоризмы. Можно посмотреть старые, особенно старые афоризмы, старые и короткие. Можно посмотреть в такой вот интересной форме, форме цитатника. Цитатник рандомный. Красота никого не спасет, скорее уничтожит. Чисто рандомно выпала такая цитата. Боги не удивляются и так далее, и так далее. Очень много цитат маленьких или побольше, интересных. И некоторые, может, покажется, что не очень. Ну, в любом случае, поинтересоваться этим стоило бы, наверное. А потом из глав меню здесь важно статьи посмотреть. В статьях у нас очень тоже много материалов. Больше 60 статей на разные темы. Для новичков рекомендую обратить внимание на статью книги по философии, которые вы хотите прочитать. Здесь вы узнаете, что необходимо прочитать, чтобы ознакомиться с философией, как дисциплиной вообще, в принципе. Там даже порядок прочтения определенных книг выложен. Ну, то есть, целая программа для чтения, если хотите. Добро пожаловать! Также много статей. Например, «Осминог бесконечности» и «Таинственная октограмма». Почему, например, паблик называется «Осминог бесконечности», откуда это взялось, почему это вообще в принципе существует, и почему это актуально. Также есть инструкция по пользованию меню храма. Кстати, давайте туда и перейдем. Под таким вот верхним меню находится нижнее меню. Вот оно. Если вы на него нажмете, вы обнаружите определенную структуру паблика. А вот и она. Верхний пункт и нижние. Собственно, да. Поэзия, проза, философия, афоризмы, библиотека и контакты. В поэзии мы найдем просто громадный архив моих стихотворений старых. Некоторые стихотворения из тех, что находятся в этом архиве, не вошли в мои сборники. А также проза. В прозе вы найдете много тоже всего интересного. Вот. Да-да-да-да-да. С поэзией разные тут стили. В прозе вы найдете мои романы, рассказы и диалоги. Правда, романы полностью не выложены, так как их очень много, и я, в принципе, берегу их по большей части. Большинство романов не выложено, но там вы найдете аннотации, можете познакомиться с основными сериями, над которыми я работал, и с многим другим. Рассказы многие выложены. Диалоги, три диалога из шести тоже выложены, их тоже можно почитать, ознакомиться с тем, что я пишу. Пункт философия, да, там тоже, в принципе, аннотации. Можете ознакомиться с концепцией вообще октограмма, почему я пишу тексты в рамках октограмм, почему в каждую октограмму входит по восемь текстов, и так далее, и так далее, и так далее. Все тексты внутри вот этих вот октограмм, когда вы пощелкаете в меню, вы найдете в первых четырех октограммах какие-то тексты, в общем, будут там написаны, и к ним будут аннотации. Тоже довольно интересно. Афоризмы можете, в общем-то, ну, полистать, мы уже с вами листали. Это тоже, тоже занимательная задача. А теперь библиотека. В меню собрана довольно-таки большая библиотека, если не ошибаюсь, на 35 гигабайт книг. Это греческая философия, европейская философия, русская философия, индийская, китайская, исламская. Также немножко текстов по логике и аргументации. Тексты великих ученых, вроде Ньютона, Дарвина, и многих передовых, в общем-то, ученых прошлого, тоже очень занимательные, интересные. С точки зрения истории науки, крайне полезная, в общем-то, вот эта вот... Вот эта вот голова такая, да. Также тексты по культурологии, зарубежная литература, русская и другое. В зарубежную литературу входят, в основном, если не ошибаюсь, лауреаты Нобелевской премии, ну, потому что их было довольно-таки просто достать, их тексты... Да, но в любом случае, практически всех лауреатов Нобелевской премии вы найдете здесь. И многие интересные тексты художественной литературы, ну, если вы не профессиональный филолог, например, вы найдете здесь тоже для себя что-то интересное, я уверен в этом. Честно говоря, здесь действительно несколько тысяч файлов, несколько сотен известных философов, ученых, прозаиков и поэтов. Эта библиотека, ну, это просто большая работа. Я собирал ее, эту библиотеку, ну, может быть, несколько лет. Это не новый вариант, у меня на компьютере более обновленный, более такой большой, там больше 65 гигабайт. Но все вот это вот я забивал внутрь в ВК неделю, наверное. И это действительно того стоит, и я рекомендую ознакомиться с этой библиотекой. Контакты и пожертвования. Пожертвования пойдут в основном на печать книг, например, на печать сказки. Там был сбор на печать сказки, да. Также в меню вы можете ориентироваться по нижним вот таким пунктам, а не внизу есть. Перескочить на поэзию, прозу, философию, афоризмы, библиотеки, как вам угодно, в общем. Очень все разнообразно и очень все неплохо устроено здесь. И здесь очень-очень много статей различных, на различные темы, посвященные в том числе про предефтики ортодексологии моего учения. Также, например, сомнения в феноменологии тоже, как бы отчасти мое учение, небольшая такая критика феноменологии. Но не очень, конечно, подробная. В рамках статьи выложить подробную критику, ну, практически невозможно. Тем более она касается преимущественно, ну, старой феноменологии. Новых феноменологических подходов я не разбирал. Но в любом случае, это хоть в каких-то рамках, конечно же, интересно. Это по-философски, это действительно должно заинтересовать заинтересованных людей. Да. Очень большое количество статей, на них рекомендую обратить внимание. Так, что у нас здесь еще есть? Давайте тогда обратимся в книжный магазин. В книжный магазин перейдем. Книжный магазин Шадова. В этом интернет-магазине продаются книги Александра Шадова, писателя, поэта и философа, известного также под псевдонимом «Осьминог бесконечности». Да. Вот у нас товары. Товары есть. Это прежде всего сборники стихов. Сборники стихов в электронном виде. Вот они за 50 рублей. Очень дешево стоит каждый сборник. Можете почитать в хорошем, в общем-то... С хорошим дизайном. Отлично все сверстано. Я все делал своими руками, бережно. Очень-очень, в общем-то, с любовью это все сделано. И, в общем-то, иллюстрации практически все уникальные. Сборник нарисован и сделан собственными руками. И напечатан на собственные деньги. Вот вам прекрасные... Пять сборников пока что. Сразу пять можно купить за 800 рублей, а остальные по 200. Если посчитайте, ну, там скидка, как видите, выходит небольшая. Также роман «Вечный Путин» в электронном виде и в твердом переплете. Тоже осталось очень много книг. Тоже рекомендую приобрести. Тоже интересно. Но помимо романов, помимо про товаров, здесь есть еще и полноценные тексты. Я выложил полноценные тексты, действительно, в своем магазине. Например, исповедь «Еретика». Философский диалог довольно-таки примечательный. Он, по сути, отражает практически все мое мировоззрение. Плюс-минус, конечно же, без особых подробностей. И в художественной форме. Но это интересно. И, видите, людям нравится. Многие хорошие отзывы оставляют. Это замечательно. А также один из моих лучших романов «Перерождение Герострата» тоже выложен бесплатно. Тоже его можно полностью прочитать. Интересно, замечательно. Заходите, читайте, лайки ставьте, пишите отзывы на романы. И это мне очень сильно, конечно, поможет, понравится. Также одна из сказок выложена «Воображаемая империя Марк Первого». Это философская сказка, посвященная жизни мальчика-инвалида ДСП. Ну, сказка, да, конечно, условно сказка. Но в своем воображении этот мальчик перемещается, в общем-то, в волшебные миры снов, грез, где он невероятно сильный, могущественный маг. И он, в общем-то, так путешествует между Явью, где все очень плохо, и сказочным вот этим сном, где он велик, потрясающий. И, в общем-то, единственные, кто могут его победить, это его собственные демоны. Также я выложил полностью текст одной из своих серий, который называется «Вселенная Омега». И эта часть называется «Тысяча спиральная галактика». Я тоже рекомендую вам прочитать. Замечательно, потрясающе и бесплатно. И 16 лайков людям тоже нравится. А «Неуловимый Сигурд Кёниг» — один из лучших моих романов в реалистическом жанре, так скажем. Это уже не философская фантастика, как было заявлено изначально. Нет, это почти что реализм. Текст посвящен, в общем-то, бомжу, которого зовут Сигурд Кёниг. Его судьба сложилась крайне неудачно, и ему приходится в итоге убегать от озлобленного политика, озлобленного чиновника Королькова. Да, ведь этот бомж, Сигурд Кёниг, стал свидетелем преступления, которое совершил этот политик. Такая вот история, и из этого получилось очень многое и очень интересное. Такс, ну вот, в общем-то, и всё, что было выложено бесплатно. Но этого уже достаточно много, и я думаю, ознакомиться с этим будет крайне интересно. Так. Конечно, помимо паблика, также у нас имеется... Так. Сейчас, вот, немножко глючит контакт. Ща-ща-ща-ща-ща. А нет, ссылки-то на мой основной паблик. Интересно. Так вот, ладно. Сейчас сообщество. Мой храм. Переходим сюда. Также у меня имеется АСК. В АСКе можно задавать любые вопросы. Я приветствую вопросы по философии, искусству, науке, в том числе, именно по методологии науки, поскольку я разбираю методологию науки и критикую науку с точки зрения её методологии, её философских оснований. Ну, как, собственно, по специальности мне и положено. Тоже очень жду ваших вопросов, интересных, занимательных, каких-нибудь содержательных вопросов. С радостью на них отвечу. Теперь, ну, Инстаграм, Инстаграм, там просто фотки. Ничего, в Инстаграме нет. На Яндекс.Дзен можно прочитать те же самые статьи, что у меня есть, в общем-то, в паблике. Продолжаем. Теперь мы переходим на Ютуб. Или мы отсюда не перейдём на Ютуб, к сожалению. Сейчас. Эх, так. На Ютубе у меня находится очень много видео. Уже около 200. Эти видео посвящены разным темам. Они разбиты на разные, в общем-то, группы. И... Ну, давай, быстренько прогрузись. Вот мой Ютуб. Скорее всего, если вы смотрите это видео в Ютубе, вы как раз уже понимаете, о чём речь. Да. Начнём с того, что в группе имеется плейлист. Обязательно заходите в плейлист и смотрите, что вас больше всего интересует. В плейлисте вы найдёте... Во-первых, чтение прозы. Моей личной прозы можно... Я её там читаю. Во-вторых, ортодексология. Изложение моего учения. Видео статьи. То есть, разбираю свои статьи на видео. Литературный обзор. Разбираю чужие книги на видео. В общем, плейлист с антисайентизмом. Там различные видео, посвящённые критике науки, разбору науки, ознакомлением с тем, что вообще в науке является основополагающим или нет. Философия науки и так далее, и так далее, и так далее. Также есть лекции. Лекции для тех, кто хочет познакомиться, с одной стороны, с философией, а с другой стороны, хочет познакомиться с какими-нибудь оригинальными материалами, которые обычно на философских лекциях тоже не встретишь. То есть, у меня, по сути, это делится на две половины. С одной стороны, есть творческие лекции, на которых, в общем-то, я отрываюсь. Например, философия воображения — это моя кандидатская тема, и я с ней очень хорошо поработал, и я её изложил в лекциях. Ну, это действительно, это оригинальный качественный материал. А с другой стороны, есть лекции для общего образования. Это лекции, во многом списанные с разных энциклопедий, с Википедии в том числе. Это лекции по истории общей философии для... не для специалистов. Вот что важно, не для специалистов. Если вы специалист по философии, и вдруг захотите посмотреть мои вот эти вот лекции, и у вас вдруг что-то, в общем-то, загорится внезапно, я не виноват. Я предупреждаю, что там действительно вот эти вот лекции подобраны материалы специально для людей, которые в этом не разбираются и хотят разобраться прежде всего. А уже потом углубляться в различные какие-нибудь там специальности, каких-нибудь философов изучать более подробно, чем надо бы. Ну и, конечно же, там не только Википедия, и не только энциклопедии. Мои комментарии в этих лекциях тоже имеются. В любом случае, это интересно. В любом случае, это то, что хотелось бы, наверное, чтобы люди знали, смотрели, изучали. Игры с философом, там пару видео пока находятся, но если вам понравится видео с играми, я с удовольствием запишу вам видео, где я прохожу каких-нибудь секретных боссов, какие-нибудь интересные места в моих любимых играх. Да. Также проводятся обзоры различных пабликов, различных сайтов, различных ресурсов, персоналей, персонажей, вроде Захара Прилепина или современных поэтов и так далее, и так далее, и так далее. Тоже очень рекомендую. Здесь больше уже развлекательный контент. Пытаюсь, наоборот, даже немножко повеселить, рассмешить. И критик современной поэзии, конечно же, да. Я уже давно пишу стихи, и мне очень не нравится то, что творится в современной поэзии. И я критикую современную поэзию. Иногда очень иронично, иногда шутливо, а иногда разбираю тексты подробно, буквально по строчкам. И смотрю общее, частное. Германифтически разбираю, почему эти тексты плохи. Ну и плюс ко всему читаю свои тексты, есть окточтение, своя поэзия. В общем-то, плейлист очень богатый, и я вам рекомендую, конечно же, ознакомиться с ним. Ну, вроде бы как на сегодня все. Вступайте в группу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, распространяйте вообще эту информацию. Вы мне очень сильно поможете, если будете распространять мой канал где-нибудь. Это действительно для меня очень важно. Делайте репосты ВКонтакте, отсылайте своим друзьям. Это очень интересно, это очень познавательно. И я готов с вами работать по вашим просьбам, по вашим заявкам. И если вы донейшены еще будете вкладывать, могу записывать лекции на заказ без проблем. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok